Начинаем. Я начинаю. Добрый вечер. Добро пожаловать на открытый студенческий вебинар ЕМАС. Меня зовут Андрей Игнатюк. Я живу в городе Бресте, Республика Беларусь. Я являюсь студентом Executive MBA ЕМАС. Сегодня я предлагаю вам погрузиться в тему достаточно важную и всегда актуальную для всех из нас. Это разговорная тема воспитания детей. Лекция, вернее, вебинар будет иметь название «Как воспитать победителя?» дети. Почему на тему воспитания детей? Казалось бы, не совсем в контексте MBA, но все же. Как случилось так, что появилась такая тема и почему именно я? Вебинар я условно разделил на три части. Это рассказ о своем сыне, мои мысли относительно воспитания и инструменты для определения и понимания состояния ребенка и налаживания с ним коммуникации. Немного слов о себе. Я не имею педагогического образования, я не являюсь психологом. Единственное, чем могу я похвастаться в плане дополнительного образования, это четырехнедельные курсы коучинга, которые я прошел в Москве в 2014 году. На зимней сессии в нашей бизнес-школе мы по традиции проводили самопрезентации. И я рассказал о главном своем достижении, это о своем сыне и о его успехах. И ректор школы Андрей Каляда с легким вызовом предложил, а не провести ли мне на эту тему вебинар. Я, естественно, согласился, абсолютно не понимая, на что именно я соглашаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И прежде чем приступить, я бы хотел сделать небольшое отступление. Я немного погружусь в заочную дискуссию с Андреем Калядой и, быть может, сам того не ведая, я раскрою его тайны. Ну, мне так кажется, потому что актуальность темы просматривается именно из этого. Почему воспитание детей, как тема, заинтересовало его? Конечно, тема так или иначе интересна всем. И я начал думать достаточно долго, я думал, и мне пришло легкое зрение, как сейчас модно говорить, инсайт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА So, before we get started, let me digress a little bit. I want to immerse myself in the discussion with Андрей Каляда, though he is not present in our discussion. But anyway, I think I'm going to reveal some of his secrets. So, I've been thinking about why he has displayed interest towards this topic. And so, now I'm going to tell you why I have been thinking about it and why he might be interested in this topic. Я думаю, что Андрей, когда предлагал мне обсудить эту тему, уже по-своему посетил, был озаренный этим инсайтом, потому что неспроста эта тема всплыла, может быть, в его голове уже возникают какие-то определенные идеи. И специфика ЕМАС – это концентрация на глубоком обучении профессиональным управленческим компетенциям, воспитание детей, не развитие ли управленческих компетенций как таковых. А когда нет обратной связи от персонала, очень похоже на тему младенчества у ребенка, когда саботаж и подростковый период? Анатоль – М-м. So, I think, actually, that Андрей Коледа has had some kind of insight into this topic. And I think that today we are talking about this topic and we pursue certain purposes. So actually, EMS Business School concentrates on teaching people management competences. And I believe that the upbringing process is closely connected with management competences and has a strong resemblance to the process of management in general. So when you, let's imagine you don't get enough feedback from your stuff, it has a strong resemblance to your communication with a baby, with an infant. When you have some strikes, some conflicts with personnel, it has a strong resemblance to your communication with a teenager. So you may treat it like a joke, but every joke, a joke has some elements of truth. All students of EMS Business School, all MBA, all executive MBA students are adults and all of them have children, so they have to do with a bringing. And I think that problems connected with their bringing process are very great and very significant nowadays. There is a place called WISE, which is called World International Summit of Education. It has a place in Qatar. And this place has its purpose to convey to the public's community and all the problems, which is called World International Summit of Education. So maybe you have heard about the platform, which is called World International Summit of Education. And it's actually, its task is to shed light on the global trends in the sphere of education and upbringing. And on this stage выступают специалисты со всего мира. And вот с 2015 года они отмечают очень мощный, серьезный глобальный тренд. Дети с рождения, имеющие дивергентный тип мышления, которые осознанно и углубленно обучаются, развиваются, и развиваются с очень странной динамикой. До 13 лет они активны и инициативны. А после 13 лет перестают вариативно мыслить и уже не проявляют активную жизненную позицию. So, this platform gathers experts from all over the world. And these specialists noticed the following trend in 2015. They stated that children with divergent type of thinking develop according to quite intricate and strange patterns. These children are active and enthusiastic up to 13 years old. They develop in all possible ways. But after 13 years, they stop to develop in a variety of ways. And they stop to display an active approach towards life. То есть, в мире происходит нечто важное, что формирует этот тренд. И при этом в общем мировом масштабе. А мы, жители нынешнего СНГ, бывшего страна бывшего Советского Союза, копируем именно мировые тренды в обучении и воспитании детей. А кто сегодня эти родители, детям которых 13 плюс? Это дети сегодняшних успешных людей, так называемого среднего класса и высших. А-М-м. А-М-м. So, it is all connected with what is going on in the world with those global trends. And as residents of CIS states, states that were previously part of the Soviet Union, we copy these global trends when it comes to our breaking. Who are parents of those 13-year-old children that we see around us? А как мы сегодня воспитываем своих детей? Мы, говоря новым словом, прокачиваем их. Ну, у кого-то все хорошо, а у кого-то и не очень. Но глобально, можем ли мы назвать успешным человеком, у которого существуют определенные проблемы с детьми? Ну, глядя со стороны, наверное, можем. Но можем ли мы назвать успешным себя сам человек? Уже ответ не так однозначен. Ну, как мы сегодня воспитываем своих детей? Поэтому я думаю, что Андрей Колядаев выделил эту тему в том числе. И по этой причине четко осознавая, что это новый тренд, и тренд очень важный. И я благодарен ему за то, что у меня появилась возможность поделиться своими мыслями с широкой аудиторией нашей школы и не только. Я думаю, что Андрей Колядаев finds этот вопрос важный. И поэтому этот вопрос будет включен в списке вебинаров. И потому что это очень важный глобальный тренд. И я благодарен за возможность, которую я дала мне. Я четко осознаю и осознавал на тот момент, насколько эта тема сложна и неоднозначна. Поэтому я заранее приношу свои извинения за некоторую несистемность и хаос в изложении. Итак, почему я выбрал такое название «победитель»? Откуда оно взялось? Почему я остановился именно на нем? Под этим термином я подразумеваю инициативного человека, который готов брать на себя ответственность, в первую очередь за себя лично. Ну что ж, в общем, моменты я прояснил, а теперь к сути. Сейчас я расскажу для начала о герое моего романа. У меня сын, его зовут Никита, он лауреат премии президента Республики Беларусь. С 2005 по 2017 годы, лауреат премии Брестского волосполкома за этот же период, победитель Республиканской Олимпиады с 9 по 11 класс, и в 11 классе он стал абсолютным победителем Республиканской Олимпиады по физике. Окей, so I have got a son, his name is Никита. He is the winner of the prize of the President of the Republic of Belarus of 2015, 2016, 2017. He is the winner of the prize of the Republican, regional, he is the winner of the prize of the original executive committee of 2015, 2016, 2017. And when he was a student of the 11th grade, he became the absolute winner in the National Olympiad in Physics. В своей презентации я попытался показать его дорогу в ретроспективе, то бишь от сегодняшнего дня и к детству, поэтому мы можем презентации, оно видно, не будем тратить зря время на озвучивание данных моментов. В общих чертах представления вы понимаете, где он сейчас находится, сейчас он учится в физтехе на втором курсе, по результатам двух семестров он является отличником со средним баллом 10 сетей. So, my presentation constitutes a way of myself from childhood to the present day, so we are not going to concentrate on every detail of this way, but now he is a student of MIPT, of Moscow Institute of Physics and Technology, he is in his second year, and he has got the GPA of 10 points according to the results of his exams. Он занимает активную жизненную позицию, работает постоянно над собой. На слайдах, которые я сейчас вам пролистываю четко, для примера я вам показал его страничку в социальной сети, в которой, чтобы продемонстрировать, как он работает над своими целями, над текущими задачами, и какие инструменты он использует. So, Nikita adheres to an active approach to a life he constantly, constantly, he's constantly working on himself. You can see how he, his webpage looks like, and I put, I have put the, this, some screenshots of this webpage into my presentation, because they demonstrate how he pursues his goals, and what kind of tools he makes use of. Отмотав пленку на 16 лет назад, была обычная простая картина в стандартной среднестатистической семье, Nikita пошел в сад абсолютно спокойно, конечно, с определенной грустинкой в глазах, но он четко понимал, что это нужно и важно, а пошел он в сад в возрасте двух лет и трех месяцев. So, let's get back to, let's get back to the age of Nikita, when he just was two years and three months, he went to kindergarten, he was a little bit sad, but anyway, he understood that it was a necessary stage of his life. It was 16 years ago. Как я уже сказал, он пошел в сад достаточно спокойно, вместе с тем по его лесу первые шаги в саду давались ему достаточно сложно, но он в тот момент уже достаточно серьезно доверял нам, как родителям, и делал то, что от него требуется. Доверие – это именно тот важный фактор, который наполнял наши с сыном отношения на протяжении долгого времени, с момента его осознанного восприятия самого себя. Помню, был момент, когда в два года примерно у него удаляли аденоиды, и мы сидели в поликлинике. Ну, ребенку было всего два года. Вокруг плакали дети. Картина, конечно, страшная. Для обезболивания им вставляли 12-13 сантиметровые спицы в нос. Это была местная анестезия, и все дети от предвкушения рыдали. Окей, когда Никита был 2-летний год, он был проблем с его throat, и он был в госпитале. И он был в госпитале, и он был в госпитале, и он был в госпитале очень страшным операциям, и он был в госпитале, и он был в госпитале, и он был в госпитале 13 сантиметров. Это было довольно страшно. Никита сидел спокойно, он не плакал, и залогом этого состояния, конечно, он был обеспокоен и озадачен, потому что он понимал, что эта же процедура предстоит и ему. Но он вел себя абсолютно мужественно, и в отличие от детей, даже постарше, реагировал достаточно стойко. И я вам хочу сейчас рассказать, почему именно он не плакал. Я не назвал бы это манипуляцией, а многие вещи, которые делал в отношении своего сына, я делал исключительно интуитивно, и уже в зрелом возрасте я нашел объяснение, почему многие инструменты, которые я применял, они в принципе работают. So, I'd like to say that many things connected with the bringing were done by myself with the help of my intuition, but now when I'm an adult, I can explain to myself why I made use of those tools. Андрей, мы вас почему-то потеряли. Sorry for some glitches, which is, we're just experiencing some technical difficulties. For some reason, sorry, sorry for that. Андрей, вы с нами? Андрей, вернитесь к нам, пожалуйста. Друзья, вы нас слышите? Меня слышно? Только с Андреем проблема или нас вообще никого не видно? Тогда почему-то у нас пропал самый главный герой презентации. This is great that you can hear me, Rima. It's nice to meet you, nice to see you here. Well, the situation is quite complicated, right? So, just... Oh, my God. Так. Мне это совсем не нравится, друзья, что у нас куда-то... Копал Андрей. Андрей, может быть, вам на камеру нажать? Разночок камеры. Okay. We're going to find some solutions to our technical problems. So, please, don't worry. Just... That's great. That's great that you can hear me. I'm so glad. I'm really glad. But the problem is that we cannot hear our presenter. That's the main problem. Okay. Yeah, yeah, yeah. I also cannot see the presenter. And I have no idea what we are supposed to do about it, actually. So, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, well... Да будет связь, сказал электрик. Okay, so... Yeah, our presenter is back. So, sorry for that. Sorry for that. So, I wanted to tell you why Nikita didn't cry at all. So, I told him what kind of thing, what kind of operation he would undergo. And so, I provided him with feedback, which is very important, actually. Well, а сейчас же пойдем дальше, вернее, поднимемся немножечко вверх. Детский сад, ребенок повзрослел. Что мы в это время, по сути, делаем? Он, конечно, значительно опережал своих сверстников в интеллектуальном плане. И это было уже очень сильно заметно. Даже преподаватели отмечали, что он на год, на полтора как минимум опережает их в интеллектуальном развитии. Что мы в это время делали? Мы считали, мы читали, мы писали, мы решали примеры. Развивали устный счет. В любое свободное для нас время мы занимались решением примеров в уме. Дополнительно мы прорешивали ПК-10 листов формата А4, примеров в письменном виде. Сначала я пишу ему примеры своей рукой вместе с ним, он ждет. Приходилось иногда включать игровые моменты, я от него прятался, чтобы он не подглядывал и не просматривал, чтобы не делал ответов заранее. Okay, so let me tell you what we were doing with our child at that stage of his life. So, we read a lot, we practiced, we tried to develop his writing skills, we tried to develop his calculating skills, we spent a lot of time on arithmetics, and we worked on 5-10 pages of calculations, and those calculations were performed orally, in the oral form, so, I mean, without writing anything down. And we also carried out various calculations in the reading form, and of course I included some elements of game into this process. Sometimes I hid from Nikita, so that he didn't have any opportunity to cheat. Затем мы начали решать примеры на время. Усложняли задачу, ему это было интересно. Иногда всегда делал шутку, она слабо, а давай. Потом мы начали читать литературу. Литература – это движущий фактор. И книги я ему подсовывал все серьезнее и серьезнее. Читал и классиков, и современников. И, повторюсь, это было в возрасте еще, когда он ходил в сад и чуть-чуть захватывал, в школьный период. Then we started to carry out calculations and set time limits at the same time. And it was also done in the form of a joke, in the form of a game. And then Nikita started to read a lot. He got acquainted with literature and I think that literature can be considered a drying force. So he read a lot of classical books, modern books. And I'd like to emphasize that he was about four years old. He was about to graduate from kindergarten and go to school. So it was like this. Хочу отдельно остановиться на вопросах его взаимоотношений с гаджетами. Опять же это САД, это начальная школа. У него было четко лимитировано время по компьютеру. И опять же ежедневно он максимум сидел за компьютером не более сначала 20 минут, потом 40 минут. Я никогда его не контролировал. Мы всегда это делали все на доверии. Ну конечно я не устраивал неформальный контроль. Но де-факто если ему было необходимо дополнительное время он всегда приходил и в счет будущих дней он брал дополнительные минуты. So now I'd like to dwell upon how Nikita interacted with various technical devices. So we actually set a time limit on how much time Nikita could spend in front of the computer. So that time was limited. He could spend only about 20 minutes per day. And then that time limit was a little bit extended up to 40 minutes. So I didn't control him. Well I'd say that control was informal. So everything was based on trust. And when Nikita needed some additional time to spend in front of the computer. He asked for this additional time. And that was like this. Прошло какое-то время. Он поступил в среднюю школу. И в этот период, да несомненно, он все еще серьезно в интеллектуальном плане опережал своих сверстников. Но он был отличником. Но что-то уже было не так. Что-то произошло. И это что-то начиналось с меня лично. В 2011 году у меня начались серьезные проблемы. в бизнесе. Я стал загружаться этими проблемами. Это был период скрытой депрессии. Внешне она особенно не проявлялась. Но в тот момент мне было вроде бы как даже не до ребенка. And we faced those problems because of me. In 2011 I faced serious problems connected with my business. And I suffered from concealed depression. And of course it influenced. It had a significant impact on my child. И как результат у сына снизилась нагрузка. Он конечно продолжал читать очень много. Но тематика литературы сильно изменилась. Это было скорее взрослоисканский фэнтези. А серьезной литературы почти и не было. И я уже не могу реально понять как это произошло. Но в этот период примерно в 2014 году уже больше. Мы решили отдать его в другую школу. So my son started to work less harder. And he started to read a lot of fantasy books. He read no serious works. And in 2014 he went to a different school. Это был лицей номер один имени Александра Сергеевича Пушкина в городе Бресте. Который я в свое время тоже благополучно закончил. Сначала он поступил в лицейский класс, где он познакомился очень тесно с физикой и математикой уже совершенно на другом, ну не детском уровне. So he became a student of a class that was before his before period which was connected with Lyceum. And he started to study maths and physics in a deeper way. И уже в этот период в его жизни появились два новых преподавателя, которые заинтересовали его в предметах, в точных науках. И в его жизни начался реально новый этап. So at that time he met new teachers who managed to cultivate his interest towards such subjects as maths and physics. And so he embarked on a new stage of his life. Сейчас на слайде вы видите общий план, что с ним происходило, общий список тех мероприятий, в которых он принимал участие. Хочу лишь только добавить самое главное, что Никита никогда не занимался дополнительно с какими-либо преподавателями. Все в рамках собственного обучения и обучения непосредственно в лицее. Никита. So you can see a general plan of events that Nikita participated in. You can see this plan on the slide. And I'd like to emphasize the following thing. Nikita has never ever worked with tutors. All he achieved, all his achievements were done because of his own efforts. He managed to achieve everything by himself. Это не была история только исключительно побед. Были у него и тяжелые времена, для его понимания тяжелые. Тогда он рассчитывал на более серьезные результаты, но у него не получалось. И тогда мне приходилось включаться, чтобы уже прокачивать его в психологическом плане. Никита. There were not only victories. Никита also faced a lot of hardships. And hardship was a situation when he didn't manage to achieve the results he aspired to achieve. And when he experienced such hardships, I helped him to go through these hardships, and I provided him with psychological support. В 2016 году, на заключительном этапе Олимпиады по физике в Республике Беларусь, он занял второе место. Первое место занял его старый друг и товарищ, и при всем позитиве его это, конечно же, очень серьезно поколебало. Очень важно на тот момент было понять, что я ему начал объяснять, что у них с его другом абсолютно разный тип мышления, разного рода ум, если можно так сказать. У его коллеги, которого звали Павел, быстрый склад мышления, а Никита, я его иногда в шутку называю, притормаживал. Но при всем при этом я разделил ситуацию на две составных части и объяснил ему о том, что победа заключается не только в ее достижении, но и в возможности и наличии сил ее удержать. Угу. Угу. So, at that time, the following things were important. I explained to Nikita that his friend's type of thinking was a little bit different. So, I explained to him that their brains worked in a different way, functioned in a different way. His friend, whose name was Paul, fought in a quicker way, so to speak. Whereas my son, Nikita, was a little bit slow. But I explained to him that it was not only important to win, it was more important to attain leadership for a long time. I compared to him with a marathoner, and I explained to him that on a short distance he would definitely be able to win. He has a more alive mind. But, in addition to him, he seriously wins, if he wins for a longer period of time. When he becomes faster, and we have a more intensive intensive training. So, I compared Nikita to a marathon runner, and I told him that Paul might be better when it comes to short distances. But when it comes to a long-term perspective, he will inevitably lose, because he is a different type of person. So, we just continue to work harder. So, as a result, Nikita became an absolute winner of the Republican Physics Olympics, and all his competitors were defeated. For example, Nikita was a typical child with his own problems, with his own fears, with his own expectations, with his own expectations, with his own expectations. We had a standard situation with grandparents and grandparents. Maybe our grandparents and grandparents with more understanding of the process of training. But, it was a standard housing conditions. But, it was a standard housing conditions. So, why have I mentioned this example? I wanted to demonstrate to you that Nikita was an ordinary child with his own peculiarities, with his own fears and expectations. We had the same situation with grandparents as any other Russian family had. So, we lived under typical housing conditions. Everything was completely different. So, everything was completely different. Everything was different. Everything was different. при сыне правильность или неправильность принятых решений в отношении его, папа не мог отменить решение мамы и наоборот, и всегда была консолидированная позиция. Это касалось в том числе и наказания. It was closely connected with a single world view of two parents. It wasn't divided into two parts. We made all decisions together, we formed a consolidated position, and our son never saw us discussing these decisions and having arguments over them. А теперь самое главное, что самое важное и самое принципиальное, на мой взгляд, в воспитании ребенка. Как бы не хотелось найти универсальную таблетку и придумать какую-то технологию. Самое важное в воспитании ребенка – это любовь. So, the most important component in the process of upbringing of a child is love. So, maybe some people want to come up with some universal technology or to find some sort of a universal appeal, but anyway, the most important component of upbringing is love. В моем понимании, любовь имеется под собой эмоциональный план и рациональный план. Эмоциональный план проявляется через чувства, эмоции, ощущения, искренность. Рациональный план проявляется через заботу о ребенке и заботой о, как бы это ни выглядело странным, его столкновениях с неожиданностями, то, с чем ребенок никогда не встречался в своей жизни. So, the rational aspect is closely connected with how we care about our children and how we protect them from unexpected situations. И вот эмоциональный и рациональный план представляют собой ничто иное, как картину мира. И вот суть родителей заключается именно в том, чтобы создать у ребенка именно реальную, адекватную картину мира. В младенческом возрасте картина мира у ребенка пуста, она как чистый лист. Ребенок растет, и кто формирует картину мира ребенка? Ребенок растет, и кто формирует картину мира? Сад, школа, окружение, интернет. Или же это интернет. И кому вы готовы делегировать, передать возможности, право формировать правильную картину мира вашего ребенка? В советском нашем прошлом все было немножечко попроще. Вроде бы как была устоявшаяся картина, в которой так или иначе воспитывали подавляющее большинство детей. В современном мире мы фактически делегировали эти полномочия внешним фактором. Мы фактически передали воспитание своих детей на аутсорс. Это не столько современная проблема восприятия отдельно взятых родителей процесса воспитания. Это уже какая-то устоявшаяся парадигма. Зацикленность на собственном «я». И мы начинаем накачивать наших детей различными формами, кружками, курсами, занятиями с преподавателями. По сути, нет. Я не противник. Я сторонник комплексного развития личности. Вопрос лишь в том, как. А если быть до конца откровенным, то таким образом мы выкраиваем время для себя, а не для ребенка. Это мысль для рассуждения. А пока вернемся к картине мира. Что такое картина мира? Это возможные варианты поведения с оценкой психологической, статической, социальной точки зрения человеком. Кто как не родители должны заниматься формированием реальной картины мира своего ребенка? Родители должны разговаривать с рождения до своего ухода из жизни с ребенком. Должны его не только видеть, не только смотреть на его, но и видеть его. Должны не только слушать ребенка, но и слышать. Все это направлено на развитие одного очень важного фактора. Родители должны становиться и быть авторитетом для своего ребенка. Это все связано с очень важным фактором. Родители должны быть в виду как авторитетом. Потому что именно авторитет родителей в детском возрасте это источник всего. Это источник познания и источник формирования их реально адекватной картины мира. А как же он формируется? Через то, что видит ребенка, слышит, как получает обратную связь. То есть через то, что является для него каналами информации. Если родитель не становится этим каналом информации, значит этими каналами информации становятся какие-то внешние источники. Ну а теперь давайте... Все, пройдемся по пунктам. Картина мира формируется через рациональный и эмоциональный план ребенка. Конечно, я оговорюсь, рациональный план это тоже в определенной степени составляет эмоциональная составляющая. И это очень важно, но об этом я скажу чуть позднее. Наша задача сформировать для ребенка не что иное, как адекватную картину мира. Ну а адекватная картина мира это... Это не нечто постоянное, это не константа. Это процесс, это умение ребенка проводить оценку окружающего мира и меняться самому. Иными словами, это, если можно так выразиться, это умение учиться. В том числе и через личный опыт. Возвращаясь к пониманию, что такое... Рациональный и эмоциональный план мы затрагивали вопрос заботы о ребенке. Забота проявляется во всем. От необходимости обеспечивать ребенка до сопереживания вместе с ним. И эмоциональный план не менее важен. Повторюсь, чуть позднее мы поговорим об этом. Ну а пока... Столкновение с неожиданностью. Проживайте с ребенком все возможные ситуации. Сравнивать с раннего детства мы проходили с ним в теории все возможные ситуации. От того, как он потерялся, как переходит дорогу, как ему разговаривать с чужими людьми, насколько это реально и насколько это возможно. Как относиться к кражам, что такое отобрать чужое, мое, не мое. Ситуации со сверстниками. И все эти вопросы мы с ним прорабатывали в теории, погружаясь в эмоциональные, психологические моменты. So, now let's move on to unexpected situations. So, support your child in all kinds of situations. We discussed every situation with Nikita. We tried to imagine every possible situation. We talked about how he should behave if he gets lost. We talked about his behavior with strangers, with peers. We talked about how he should treat stealth. We tried to determine what belonged to him, what didn't belong to him. So, we tried to talk about these issues. And we tried to immerse ourselves in emotional components of that process. And to psychological components of that process. Все это происходило не в качестве, не в виде уроков, что я сегодня мы с тобой разговариваю о каком-то конкретном вопросе. Эти вещи мы проговаривали, погружались в них десятки раз. И происходило это не с трех, не с четырех, не с пяти лет, а с полутора, с двух лет, когда только я начал понимать, что он реально слышит, и что я ему говорю. Мы терялись вместе с ним. Я специально создавал ситуации, когда он разговаривал с чужими людьми. И в целом создавал, как сейчас можно говорить, геймифицировал вместе с ним. Ах, ну-ка. Ах, ну-ка. Ах, ну-ка. А, ну-ка. Ак as you can see, it is totally something, it's something totally different from video lessons. We tried to immerse ourselves in those situations a hundred times. So, and I started to behave like this toward my child when he was about two years old. I started to behave like this as soon as I understood that he could talk to me, that he could respond to me, so we tried to work through every situation I tried to create situations when he had to talk with strangers and so on so it was sort of connected with what we call today gamification we all talked to him and talked to him, we were amazed the situation, and I will repeat it not once again, it is something that is very important for a child I tried to give him a very interesting and important principle that it is not always good through a long period of time so we tried to talk about everything we tried to anticipate all kinds of situations and I also drew Nikita's attention to a very important principle I told him that I told him the following thing if something is good now it might not be good in the long term perspective the world is not the moment of a confrontation of a child with new the new like in principle and in the long term and so it is 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 you can imagine how quickly меняется картина мира у ребенка на раннем его этапе развития. Для него все абсолютно новое, все абсолютно неожиданное. И с точки зрения взрослого восприятия, это постоянный стресс. Но ребенку немножечко проще. Его сознание еще достаточно чистое и воспринимает все буквально. Это не важно за сомнерство. Как вы даже оцените, было сикровать и не жизненно. Глава отдохнули свое обновление, это содержит расход, и было много времени, на начале этого года. Дальше, еще он не советует увеличить, чтобы у него нет постоянных ситуаций, но это не так трудно. Это еще более сложный для ребенка. Я еще раз повторюсь, необходимо с ребенком переживать даже те моменты, которые еще не наступили, предвосхищать их. В этом плане очень показательным приведу пример. Наш сын никогда не бегал по магазину и не требовал ничего. Куплю это, куплю то. Для него было дикостью, когда дети бились в истерике, выпрашивая и уговаривая родителей к тем или иным покупкам. И, конечно, вы не можете жить в истерике, чтобы вы не могли бы жить в истерике, чтобы вы не могли бы жить в истерике. Это не потому, что он был воспитанный с рождения, а потому, что мы каждую ситуацию, приходя в магазин или в то или иное место, он не сталкивался, для него это не было неожиданностью. Он вел себя так, как понимал и так, как с ним это уже проговаривали. И находясь в магазине, видя таких детей, которые ведут себя неадекватно, мы закрепляли полученный опыт простым вопросом. Посмотри, сын, как со стороны выглядит этот чудесный, замечательный процесс вытравливания ребенка и своих родителей денежных средств. So Nikita behaved like this, not because of the fact that he was a well-bred child since he was born. The thing is that we discussed every situation in advance. And as we got to some stores, as we went to some stores, and when we saw children with bad behavior, we just talked about this situation one more time and made necessary conclusions. Ребенку до 7 лет, ну, каждого свой возраст гоничный, ничего абсолютно не нужно в плане развития. У него, по сути говоря, есть для жизни все. Но именно до этого возраста закладывается база, поэтому заставляйте ребенка учиться. Важно в раннем возрасте учиться вместе с ним. Ставьте ему посильные задачи, давайте ребенку возможность почувствовать вкус успеха, возможность победы. Когда что-то получается, нет ничего, для ребенка приятнее ваше одобрение и восхищение тем, что и как он сделал. Это же так просто, ну, поощряйте детей, ну, поощряйте, в первую очередь, морально. М-м-м, so, a child under 7 years old doesn't require any additional things for his or her development, but it's a very important age in terms of laying foundations. And so, you should teach your children how to learn at this stage, at the early stage. So, you should give them tasks they can cope with, they can deal with. Let your children feel success, feel victory, admire their achievements, encourage them to work harder. It's just quite simple, right? Важно понимать, что у ребенка нет опыта, и он не представляет и не понимает всей вашей картины мира. Поэтому он не всегда адекватно может оценивать последствия своих поступков. В этой связи действуйте проактивно. Убирайте реактивность из своих поступков и реакции на действия ребенка. It's important to understand that a child doesn't have your experience and that your child's worldview is different from yours and that he or she doesn't evaluate his or her behavior in an adequate way. So, be proactive in this situation. Учитесь правильно наказывать ребенка. Умейте просить прощения, если вы не правы. Это очень важно. Важно с точки зрения, в том числе и развития доверия между вами и вашим ребенком. Это важно с точки зрения проявления искренности. Учитесь правильно критиковать его. Критикуйте конкретный поступок, а не его действия. Окей. Наагу. Усильям. Наагу. МС. Читик HARRIS posting wins. Поощряйте сам факт инициативы ребенка. Не гасите ее на корню. Хотя иногда, конечно, куда проще сказать лучше я сам, отойди, ты все равно сделаешь не так. Это то, что нужно забыть и вычеркнуть в принципе из своего лексикона. Поделюсь с вами своим примером наказания ребенка. Мои родители в свое время называли это «ты жесток и суров». Но я считаю, что это был достаточно действенный метод, который заключался в следующем. Когда я наказывал ребенка, я ставил его в угол, физическое насилие я над ребенком не совершал. Когда я ставил его в угол, я ему говорил, что, сынок, ты можешь выйти из угла прямо через 2 секунды, если ты сможешь мне объяснить, за что именно я тебя поставил в угол. Это было так. Я организовала свой момент, как я сказал, что это было большим другом, и я учил его следующим. Я зашиваю его что он оставил в 2 секунды, если бы он хотел понять, что он был зажит в себе. И, конечно, в первое время все было куда для него проще, но он выходил и говорил папу, потому что я тебе не послушался. Но с папой такое не проходило, поэтому папа постоянно отправлял его назад. И это мог бы происходить 5, 10, 20 раз. М-м-м. So, his first reaction was the following. He just told me that he had to stay in the corner of the room because he was disobedient. But that wasn't the kind of reaction I expected. And so I could witness the following reaction of my child for 5 or 10 times. And so, it was like this. Приведу пример. Допустим, Никита скакал, прыгал, бегал и снес со стола вазу с цветами. Я, естественно, его поставил в угол. Предложил ему выйти сразу же, если он не объяснит, за что он наказан. Первая фраза была, потому что я разбил вазу. Но за это ли мы наказываем своих детей? Приведу пример. So, let me bring you the following example. Once Никита had a lot of fun. He jumped around the room. And suddenly he broke a vase with flowers. So, I made him go to the corner of the room. And I asked him whether he could formulate what he was punished for. And he instantly told me that he was punished because he broke the vase with flowers. But was that the true reason that forced me to punish my child? Вы знаете, за что мы наказываем своего ребенка в этом случае? Do you know what we punish our children in this case for? Я думаю, что с первого раза вы сами не ответите. Поэтому вопрос и процесс диалога у нас был даже когда ребенок был наказан. Таким образом у нас с ребенком формировался четкий, конкретный процесс его поступков и неименуемого наказания. Конечно, когда я рассказывал о причинах его наказания, когда мы выходили, я поображал его в зону страха, что могло произойти все, что угодно. Но самое главное, я давал ему понять и ощутить, что мне безразлична судьба вазы. Ваза – это суть материальная, и таких ваз может быть десятки, два, три, четыре. Главная проблема здесь всегда была в другом. И в конечном итоге он находил правильный ответ. Я вам его не скажу. Когда я говорил о причинах о причинах о причинах, я пытался сказать, что я был совершенно неизвестен к тому подобным материалам, как вазы и так далее. Но в конце концов, Никита, в конце концов, он всегда пытался найти правильный ответ. Поэтому я повторюсь, даже в один год учитесь говорить с ребенком как со взрослым. Я начинал говорить со своим ребенком, когда еще он не родился. Это может быть помешательство, но это на самом деле так. Проводите с ребенком время как можно больше, даже когда он занят. Просто будьте с ним рядом. У меня доходило до того, что он занимался физикой, а физикой он занимался очень серьезно. Я просто садился со своими домашними делами и был с ним в одной комнате. Продолжение следует... Приучайте ребенка к физическому труду. У него должны быть свои обязанности, в том числе и по дому. Не обязательно заставлять его ежедневно убирать квартиру или дом у кого как, но какое-то элементарное небольшое занятие, которое будет приучать его к необходимости выполнения определенных действий мы постоянно. Приучайте его к спорту, неважно к какому. Приучайте жить ребенка в условиях ограничений. Это очень важно. Социализируйте его. Учите работать в команде. И все это через постоянные разговоры с ним, через диалог. So, teach your children how to perform physical labor. Your children should have household chores. They should perform some regular tasks connected with household chores. Teach them how to perform physical exercises. Teach them how to live under limited conditions. Socialize your children. Teach them how to work in a team. And don't forget about the important role of communication, because communication penetrates all these aspects, all these things. Самое главное и самое важное развитие ребенка – это чтение, письмо и счет. Стимулируйте его для того, чтобы он с раннего детства, с двух лет – это то, что является прямой обязанностью родителей. Научить ребенка как можно раньше читать, считать и писать. So, the best development of a child is based on three things. On reading, writing and arithmetic. And the task of parents is to start this development with their two-year-old children. And you should do it as soon as possible. Суть воспитания родителей – это побуждать ребенка к определенным действиям. Развивайте основные составляющие, которые позволят ему однозначно прийти к успеху. Это инициативность и ответственность. The essence of upbringing is to encourage a child to perform some activities, and it is closely connected with such things as initiative and responsibility. Это так называемая своеобразная формула успеха. Инициативность и ответственность так или иначе приведет вас к победам. Но нужно понимать и приучать ребенка к тому, что достигнуть победы – это неравнозначно, что и удержать. So, you can treat it as a formula for success. It's based on two components – initiative and responsibility. And it's a recipe that can help you to win. But, please, tell your children that a victory is not everything. It's much more complicated and much more important to attain leadership. Если продолжать тему успеха, то успех в ребенке фактически стимулируется и зарождается через развитие в нем основных четырех факторов. Это вариативность, смелость, инициативность и уверенность в себе. Это именно те факторы, которые за счет чего ребенок формирует у себя правильную картину мира уже в более зрелом возрасте. These factors help a child to form a worldview when he has already grown up a little bit. Есть известная матрица, которая называется «Я и мир», это матрица ориентиров, которая наглядно показывает факторы, в которых формируется будущая система ориентиров ребенка. И вот эти ориентиры формируются, в первую очередь, родителями на начальном этапе, и за счет директивного общения до трех лет. Потом она может только корректироваться, ее уже поменять почти невозможно. Второе – это собственный опыт. И если он не совпадает с опытом, с тем, который им давали родители, ну, ребенок фактически теряет доверие к своим родителям за счет того, что у него просто не штыкуется, то, что он реально видит, с кем, что ему говорили. И, естественно, уже в более зрелом возрасте это уже собственные убеждения. Если представить Фиди Матрицы, картину мира, это вот на слайде показано. Плохой мир – хороший мир, хороший я – плохой я. И вы можете обратить внимание и найти, в каком именно режиме мы общаемся и разговариваем со своими детьми. Ты хороший – этот мир жесток и несправедлив. Ты такой же, как и твой друг Петя, Коля, Вася. Или вот посмотри, не то что… Как правило, мы ориентируем своих детей именно в трех недопустимых ориентирах и недопустимых элементах матрицы. Плохой мир – хороший я, плохой мир – плохой я и хороший мир – плохой я. Все это деструктивно действует на ориентир ребенка будущего. результаты. Вы сочетаете железу специальную деятельность. Зволь sec Blessed program на ориентировке –ỉу, мает công, по мак象 и с père. В tym моментown провяние докуменera для von передачи девочки. For example, the world is bad, I am nice, the world is bad, I am bad, and so on. So these modes are unacceptable when you communicate with your child. We must clearly explain to our children that their possibilities are endless, and as a rule, the possibilities are always wider than our possibilities. That the opportunities of their children are infinite, so children should understand that they have much more opportunities than they can imagine. Как-то совсем недавно, не менее важным, я вам объяснял, как погружал ребенка в ситуацию, которая не наступила, и давал ей по ней обратную связь. И это именно тот инструмент, который позволяет активно и хорошо взаимодействовать с ребенком в том случае, когда ситуация еще не наступила. Это очень действенно, в том числе и для оценки поступков ребенка в настоящем, но по сути формула правильная и реальная обратная связь выглядит следующим образом. So, let's get back to what I talked about half an hour ago. I talked about unexpected situations. When we discussed various situations with Nikita, and before those situations occurred in real life, so this tool can be considered effective, but now let's move on to a different kind of thing. К примеру, ребенок разбил чашку, когда мыл посуду. Ситуация достаточно распространенная. Реакция стандартного родителя, зачем ты полез, кто тебя просил, ну и со всеми вытекающими последствиями. Итак, давайте начнем. So, let's imagine the following situation. A child broke up a cup when he or she was washing up the dishes. So, the typical reaction of a parent is the following. Parents typically start to ask questions like why have you decided to wash up the dishes and so on and so forth. А если пройти по схеме правильной обратной связи, то мы должны были изначально похвалить ребенка, сынок, ты сделал, ты молодец, ты решил помыть посуду, помог папе, помочь папе с мамой. Дальше мы должны были описать свои чувства, что ты у нас такой умница, такой молодец. И перейти к ситуации о том, что, ну видишь, что-то у тебя получилось не так, разбилась кружка. Дальше объяснить ему и спросить у него, как можно было поступить иначе, чтобы эта ситуация не произошла или не повторилась в будущем. И в итоге сказать ему спасибо за то, что он, в принципе, принял верное решение помочь родителям в уборке по дому или конкретному спасению. Да. Ага. 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 to the right reaction if we base our feedback on right reactions it will look like this so at first we were supposed to praise our child then we should describe our emotions and feelings towards what has happened then we should draw a child's attention to the fact that something went wrong and then we should explain to our child what he was supposed to do and in the end we should state that our child made the right decision because he wanted to help us again again I repeat and I will stop repeating again a very important element of parenting to the child is to give him a little amount of time and today in the internet and in different resources we have enough instruments to do how to be able to work with a child and we all know and we all know and we all know and однако почему-то поступаем всегда реактивно. Ребенок совершил какое-то действие, мы сразу же на него отреагировали, а потом начинаем задумываться, почему так, в лучшем случае задумываться, а по сути мы машем рукой и идем дальше. Это касается абсолютно всего, от уборки квартиры до занятия ребенка в школе и его выполнение уроков дома. То, the most important factor that influences the process of upbringing is connected with the following. You should spend enough time with your children. Today, the Internet has provided us with a myriad of various tools making the upbringing process more effective. We all are aware of those tools and techniques. But anyway, every time our children make some action, we immediately respond to their actions with some kind of reaction. But this is wrong. We should reflect on every situation like this. And this is how it should be. Для кого известная картина и знакомая, когда мы сидим и делаем со своим ребенком уроки, начиная от начального класса, заканчивая 11-м. Ну, правда, в 11-м классе мы заменяем себя репетиторами. Я думаю, 90% наших соотечественников именно так и поступают. Я думаю, что вы уже не вспомните, но я вам напомню. У всех начинается примерно одинаково. Ребенок приходит к вам с задачей, это, как правило, первый класс, у кого-то второй, и говорит о том, что я не понимаю. Мы, как обычно, либо в компьютере, либо в сериале, либо в своих каких-то переговорах по работе, не утруждаем себя понять суть проблемы. Мы, в лучшем, для ребенка случай отправляем его в своясь и решать свою задачу, а в худшем, быстренько помогаем ему решить поставленную задачу. So, let's remember how it all typically starts. So, it looks like this. Your child comes to you with a maths task. And you are busy with your computer, with TV series, or with your negotiations, and so on and so forth. Так повторяется один раз, второй раз, третий, и мы начинаем удивляться. Наш ребенок что, простите, тупой? Ну, я сказал немножко по-другому, но не судьба. И потом начинаем клясть систему, клясть учебники, образование, на чем свет стоит, а проблема совершенно в другом. Ребенок это абсолютно эффективная система. Максимум эффекта с минимумом затрат. Мы помогли ему один раз, второй раз, третий раз. Зачем ему напрягаться в четвертой? А все начиналось с чего? Что вам нужно было всего-навсего потратить три минуты своего времени, чтобы объяснить ребенку, что это его ответственность. Он учится для себя, а не для родителей. Никто кроме него не отвечает за его жизнь, за его успехи, за его будущее. Это нельзя оставлять необсужденным со своим сыном или дочерью. Но вы видите, что ваша задача объяснить ребенку, что это его или его ответственность, чтобы изучить, чтобы учиться, и учиться. И никто, кроме того, что он или его ответственность будет. Это очень важный вопрос, который вы должны поговорить с вашим сыном или дочерью. Все, о чем я до сих пор говорил, нужно делать ребенком максимум до 5-7 лет. Это то время, в котором формируется в ребенке та база, которую он будет использовать всю оставшуюся свою жизнь. А в 12-14 лет ребенку уже нужно давать нечто иное. Это стратегия и тактика, умение ставить цели и достигать их. Все, что я уже говорила, что все, что я уже говорил, что он должен быть делать, когда он был 5-7 лет. Это то время, когда мы ставим на базу, что наши дети будут делать пользу для их жизни. В этом более зрелом возрасте ребенку уже нужны инструменты личной эффективности. На этом этапе он закрепляет даже свою ответственность за свою будущую жизнь. Еще раз повторюсь, что суть родителей и главная цель – это заряжать ребенка своим позитивом, показывать ему все на своем примере. Помогать ему постоянным нахождением рядом. Не стесняйтесь быть с ним и звонить ему. Любите его. Любовь, как мы уже говорили, проявляется в том числе и через заботу. Заботу как на рациональном, так и на эмоциональном плане. Наша ответственность пробудить в ребенке инициативность. Если же мы не пробудем в ребенке эмоциональном, так и на эмоциональном уровне. Желание брать инициативу и отвечать за свои поступки, в конечном итоге мы получим то, что называется инфантила. Еще раз повторюсь, повторюсь. Не бойтесь тратить время от своего ребенка. Это больше всего наше время нужно для них. Для любителей же инструментариев и технологий я специально подготовил в качестве бонуса. хочу предложить инструмент, который дает общие представления, как влиять на инициативность и ответственность ребенка. Сразу же говорю, я его подсмотрел у известного, я его не буду здесь называть спикера российского, но его интенсиве. Он не имел ничего отношения с детьми, но я вам его предложу. И здесь очень интересная информация для тех, кто любит различные технологии. Так, здесь есть инструмент для развития и деятельности для развития и деятельности для ребенка. Я взял эту информацию из одного спикера. Я не буду вам сказать его имя. Но, в любом случае, дайте мне объяснить, как эта информация работает. Я скажу честно, что я не во всем согласен с предложенной методикой, но вместе с тем, на мой взгляд, она просто поражает своей эффективностью и простотой. Я, наверное, не буду описывать ее в полном объеме для того, чтобы, как говорится, не захватывать эфир еще на полчаса. Но в общих чертах расскажу, что она базируется на основе бостонской матрицы, это матрица в матрице, крест в матрице. И по одной шкале мы отмеряем, у нас идет измерение интенсивности, а по второй шкале идет ответственность. И каждый квадрат этой матрицы отвечает за свои определенные моменты. Самый нижний – низкая интенсивность, низкая ответственность. Это уровень лидерской зрелости. Верхний левый квадратик отвечает за каким образом мотивировать наших детей. Квадрат В – это стиль коммуникации. И в квадрате Г в нем показан социальный строй или стиль управления, который так или иначе можно использовать в развитии наших детей. И вот, допустим, на первом квадрате, то, что касается лидерской зрелости, тут предложена классификация детей по типам – это огонь, огонь, вода, воздух и земля. Вода – это когда низкая инициативность и низкая ответственность. Ну, человек, да, не берет, абсолютно не проявляет себя никоим образом, как есть, так хорошо. Дальше – высокая инициативность и низкая ответственность – это огонь, это взрывной характер. Это тот период, когда люди где-то достигают уже подросткового периода переходный возраст, когда они еще не всегда адекватно оценивают свою ответственность, но готовы ломиться везде и вовсё. Воздух – это уже более зрелый период, когда дети отвечают за то, что делают, и земля – это, скажем так, это уже скорее мы в периоде. Чуть позже, чуть дальше, я вам предложу еще один вариант оценки эмоционального состояния, в том числе и детей. Значит, следующий этап – это хорошо, да, наговорил? Да, 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 да. Okay, so, maybe I don't completely agree with every peculiarity of this method, but I like this method because it's effective and simple. I won't provide you with the comprehensive understanding of this method, I just focus on the basic things. So, it is based on the Boston matrix, it has two scales, so the first scale is called initiative, the second scale is called responsibility, and it looks like a combination of four squares. So, the lower left square is called level of leadership maturity, the upper left square is called motivation source. So, actually, each square is marked by a letter, I have done this in advance for you. So, the square, well, actually, the right upper square is called communication style, and the lower right square is called social structure. It can help us to increase the development of our children. So, let's concentrate on the square called the level of leadership maturity. So, it actually constitutes a classification of different types of people. So, it has, it encompasses four types of people, water, fire, air, and earth. So, people belonging to the type of water are characterized by low responsibility and low initiative. People belonging to the type called fire are characterized by high initiative and low responsibility. So, this type is represented by teenagers. They are very active and enthusiastic, but they are not always ready to bear the responsibility for their actions. The third type is called air. At this stage, children can already accept the responsibility for their actions. And the fourth type, which is called earth, is actually represented by us, by adults. So, now I'd like to tell you about one more method of evaluation. Connected with this classification, right? Вот именно с этой классификацией я, скажем так... Так? Да. И вот классификация по этому квадрату, с ней я меньше всего согласен, но она тоже очень интересная и поучительная. Наиболее интересная, на мой взгляд, это классификация следующих квадратов в этой матрице. Это источники мотивации. Каким образом воздействовать нам, на наших детей? Именно в квадрате один, это правило наказания, которое идет по принципу нельзя, ни в коем случае. Это правило запрета. Да, оно относится как раз именно к тому периоду, когда дети совсем маленькие. Ну, до года, до полутора, до двух лет. Но с ними бесполезно рассуждать, они действуют и принимают решения совершенно по другим принципам, как в отличие от детей с более позднего развития. Квадрат номер два. Это правило поощрения. Когда нужно поощрять ребенка. И важно не поощрять его постоянно, почти не должно быть разовым. Оно должно быть постоянным. И в этом случае абсолютно контрпродуктивно наказывать ребенок. Я повторюсь, это возраст примерно от двух, трех до семи, восьми лет. Но это очень условный срок, потому что каждый ребенок уникален и развивается по-своему. Здесь важно, чтобы родители чувствовали и понимали, на каком этапе он находится. Либо он еще абсолютно мал, либо он уже потихонечку взрослеет. В квадрате три это уже подростки. Подростки от десяти до тринадцати и четырнадцати лет. Когда с ними работают правила общения. Это расскажи, покажи, а вот как ты считаешь, а что бы ты сделал, как бы ты поступил. И квадрат четыре это уже, как я называю, зрелые подростки, с которыми нужно работать по принципу правила вызова. Когда ты, вот для того, что можно брать на слабо. Переходим к следующему этапу, это стиле коммуникации. По традиции, квадратик номер один это совсем маленькие детки. Это директивный метод, когда, в принципе, обратной связи не требуется. Говори, чуть ли не приказывай. Квадрат номер два это дети уже постарше. Коммуникация идет сверху вниз, когда родители должны объяснять ребенку суть, что, как и почему. Но ни в коем случае не директивно. So the second square is based on an explaining communication style from top downward. So at this stage you should explain everything to your child and you shouldn't adhere to the directive style of communication. Квадрат номер три это двусторонняя коммуникация, когда ты с ребенком обсуждаешь то, что необходимо ему и то, что ты хочешь до него донести. Здесь абсолютно недопустим директивный способ и в том числе и объясняющий, потому что здесь ребенок уже не совсем приемлет однозначность вашей позиции. So the third square is based on bilateral communication. According to this square your child explains to you what he or she needs and at the same time you explain to your child what you need. So the previous communication styles that we discussed before are unacceptable at this stage. And the fourth square is based on a suggesting communication style. It's when you suggest that your child should do something and so on. Ну и социальный строй квадратик номер один это жесткая диктатура в принципе оно просматривается исходя из стиля коммуникации источников мотивации и в принципе уровня лидерской зрелости. So let's move on to the square called social structure. The first square within this big square is called dictatorship. But it's logical as soon as we've discussed previous squares. Квадрат номер два это так называемое самодержавие, насколько оно применимо. Но самодержавие в монархии просвещенное, люди, дети имеют определенную свободу действий, но достаточно в жестких конкретных рамках. So the second square is called autocracy, it's enlightened monarchy, children have some sort of freedom, but within certain framework. So the third square is represented by so-called types of democracy. So we actually create an illusion that children can actually decide something. Ну и четвертый тип это своеобразная анархия, когда у ребенка уже сформированы свои принципиальные взгляды на многие вещи и как-то изменить и повлиять их на них очень сложно. The fourth square is called anarchy. It's the stage when children have already put forward their attitudes, they have their own beliefs, and it's really hard to produce any significant impact on them. Опять же повторюсь, что квадрат один это очень ранний детский возраст, квадрат два это детки от двух, опять же условно, до семи-десяти лет, квадрат три это подростки и квадрат четыре это уже взрослые дети. So the first square encompasses the stage of early childhood, the second square encompasses children of two and from two to seven years, and the third square is represented by teenagers, and the fourth square encompasses mature teenagers. Ну а сейчас я понимаю, что у нас очень мало времени остается, и я все-таки о самом интересном. Вернемся опять к эмоциям, это то, что движет нами, то, что нам очень необходимо. Мы все прекрасно понимаем, что на раннем этапе в младенческом возрасте дети очень сильно влияют на своих родителей. Как они это делают? Дети читают взрослых, дети реагируют, не имея объективной информации. У детей очень высокий уровень эмоционального интеллекта. У взрослых дела обстоят иначе. Почему нам, взрослым, часто бывает очень сложно коммуницировать с детьми? Почему у нас случаются ошибки связи? Да все потому, что наши базовые состояния эмоциональные не совпадают. Инфанты могут сканить родители, и они могут реагировать в различные ситуации, без каких-то объективных информаций. И, в основном, уровень эмоционального интеллекта увеличивается, когда мы говорим о детях. И настроение детей и энергия – это интенсивность их настроений. И настроение детей проявляется через энергию, а интенсивность – это сила этих эмоций, которые они проявляют. И поделюсь с вами еще одним интересным инструментом. Это я, будучи на одном из форум в 2015 году, попал на выступление все того же спикера. И он рассказывал об эмоциональном интеллекте. А в 2017 я уже побывал на тематическом вебинаре и нашел для себя очень много интересной информации, которую сейчас очень быстро с вами поделюсь. Поэтому, если они проявляют, то, что они отражают им эмоции. И он говорит о внешнем эмоции. Он говорит о эмоциональном интеллигене. Инструмент тоже выглядит в виде матрицы. Итак, мы определяем эмоциональное состояние ребенка двумя составляющими – настроение и интенсивность. Каждому возрасту укрупненно соответствует определенное базовое эмоциональное состояние. Вот здесь представлено четыре стихи, которые соответствуют каждому базовому эмоциональному состоянию. Воздух, огонь, земля и вода. Дети приходят в этот мир в состоянии воздуха. Они полны энергии, у них всегда хорошее настроение. Взрослея, становляясь подростками, дети перекурят в фазу огня. Взрослея, становляясь подростками, дети перекурят в фазу огня. Когда энергии у них очень много, настроение значительно ухудшается. Базовое состояние взрослого – это земля, когда энергетическая составляющая очень низкая и настроение, скажем так себе. И состояние вода – это состояние, в котором находятся наши родители. Можно всегда посмотреть на них. В принципе, что бы ни произошло, у них своя добрая позиция. Да ничего, это же ребенок, ну что ты, подрастет, научится. Абсолютно спокойные, настроение хорошее, но энергетика почти что может. Абсолютно спокойно. Я говорю сейчас о базовом состоянии эмоциональном. И вот обратите внимание, мы с вами находимся, примерно, в базовом состоянии, опять повторюсь, примерно в этом диапазоне. А наши дети здесь и здесь. Поэтому на эмоциональном плане мы, в принципе, с ними не встречаемся. So, I have just mentioned four basic emotional states. So, we are at, we belong to the emotional state, which is called Earth. And our children belong to emotional states, which are called fire and air. So, as you can see, we differ from each other on the emotional level. Поэтому и наши базовые реакции на действия наших детей не совсем адекватно воспринимаются последними. So, our basic reactions towards our children's behavior are not perceived in an adequate way. Еще раз повторюсь, нужно быть очень внимательными к своим детям. Смотреть, в каком состоянии они находятся, как они себя ведут, чего они хотят, как они действуют, на что реагируют. So, I'd like to emphasize, once again, it's important to be attentive towards your children's behavior. It's important to observe how they behave, how they react to various things. It's important to know what they want. И как же нам выживать в условиях полного противоречия? Существует своя методика. Если человек меняет свою базовую эмоциональную составляющую, исходя из возраста, против часовой стрелки, то для того, чтобы изменить и повлиять на эмоциональное состояние и базовое эмоциональное состояние человека, нужно влиять на него с подвигательной стороны, то бишь, наоборот, по часовой стрелке. Если ребенок находится в состоянии огня, как на него воздействовать? Если добавить в него воздух, что получится? Мы только усилим горение. Поэтому единственный способ разбавить ребенка – это добавить в него немножечко зимы. Как можно уничтожить? Окей. So, how should we survive against the backdrop of such emotional discrepancy? So, if we want to change emotional state, if we want to influence the emotional state of our children, we should follow the clockwise direction. let's say our child occupies the square called fire and if we add some air to his or her state we will worsen the situation so therefore we should add some earth so to speak so I'm speaking metaphorically at the moment so it's about different types of energies I think you understand this I don't suggest you taking some earth and just throwing at your child so it's a metaphor In this sense, one of the most important instrument of influence on the mood is art first of all, music and for correction of emotional condition it's very important to use the right music So, of course, one of the most powerful tools that can help us to influence the emotional state of our children is art, and we should also place great emphasis on music because with the help of music, we have the we can extinguish fire, we can provide more energy to water, and we can provide more energy to earth well, it's all a big piece of information which, of course, we can't even imagine so the most important and most important point который я хочу донести до вас, это наблюдайте за своими детьми, развивайтесь вместе, говорите, будьте друзьями, доверяйте, проводите время вместе и говорите, 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 еще раз говорите. Это то, чего не хватает нашим детям, это то, чего не будет хватать нам в более взрослом возрасте. Дети взрослеют быстро, и если мы не отдаем им свое время, то вряд ли они будут тратить на нас свое. На этом... В качестве завершающего этапа я хочу вам порекомендовать две книги, которые мне очень понравились, и я читал их своему ребенку. Это «Философия для детей в сказках и рассказах», это книга белорусского издательства, она уже прошла более 18 переизданий, но на сегодняшний день она абсолютно актуальна, подается информация очень хорошо, без усююкиваний, но очень структурированная. И вторая книга, которую я хочу порекомендовать, это «Владимир Тарасович, философский сказки «Рассказы для детей». Тоже очень интересная и поучительная книга, в том числе и для взрослых. И вторая книга, которую я хочу порекомендовать, называется «Философские сказки для детей». Это написано «Владимир Тарасович». Это будет действительно интересным, как и для детей, как и для детей. На этом благодарю вас всех за внимание и прошу прощения за столь продолжительный период моего вебинара. Надеюсь, что-то возьмете для себя и сможете использовать. Большое спасибо. Я хочу вам спасибо за внимание и спасибо за внимание. Это было немного длиннее, чем это было бы. И я надеюсь, что информация, что я вам приведу сегодня, будет полезным. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросы будем обсуждать. Если у вас есть вопросы, то я их discuss. Я вижу их очень много. Скажите, сколько процентов ваша заслуга воспитания сына, сколько супруги, бабушек и дедушек? Я скажу философски, но на самом деле очень близок к правде. Мы все стремились вложить в ребенка свое время и эмоции. И, наверное, получилась определенная синергия. Но, конечно же, для воспитания отца и сына очень важна позиция отца. Поэтому, конечно, распределю все равно 33% мои, 33% супруги и 33% бабушки с дедушек. Я думаю, что мы все инвестили. Мы все инвестили много энергии, эфиры и эмоции, и эмоции, и, в общем, И, конечно, позиции, ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Да, мы заработали нам, ой, 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 ой. О, ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ота-параф. efforts Thank you Any questions from 40? If you don't have any questions then Значит, завершаем Okay, so we are going to finish our webinar So thank you for your attention Спасибо Замы завершаем Так 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 Так